Ни разу мы не задели, в прошлом году задевали этот вопрос газета. Опять 8,4 миллиона отдаем и медленно просовываем этот вопрос через бюджет. Хотя уже было и заключение комиссии о том, что фактически за 18-й год там 3 с лишним миллиона, но фактически разворовали. Там идет и завышение шрифта печатного, и завышение межпрочного интервала, и ГСМ используется на всю полностью газету, и путевые листы не ведутся. И мы опять на этом фоне отдаем нам опять в топку 8,4 миллиона. Но давайте, если несколько газет, либо на торги выставлять эти несчастные публикации наши, которые все спор идет, что надо, надо. Ну, слишком большая сумма, и она неэффективно абсолютно там рассматривается. Хорошо. Кто готов ответить? Ярослав Петрович. Или мы перенесем на второе чтение? Я думаю, что мы этот вопрос обсуждаем буквально вот каждый год. И каждый год его проталкивают. А как вы вообще планируете публиковать нормативные документы? Давайте торги... Значит, устав сначала поменяйте, потом будем говорить про торги. Давайте поменяем торги. Тут проблема-то не в том, что как публиковать. А 4 миллиона почти украли за 18 год. Ну, давайте-то 4. Вы знаете... Они всю газету на это задержали. Вот ваша оценка, то, что вы ведь украли, вот это вообще юридические оценки требуют. Вы кого-то обвиняете конкретно? Я хочу вам сказать, что уже было подготовлено от Валерия Викторовича Гусарова заявление. Администрация города отказалась его подписывать. Прокуратура подтвердила, что они провели проверку. Есть аудиторское заключение по этому поводу. Но прокуратура сказала, что они не могут возбудить уголовное дело в связи с тем, что администрация города отказалась подписывать заявление о привлечении... Вы же юрист, вы же понимаете, что если прокуратура усмотрит основания для возбуждения, она не будет спрашивать никого. Ни администрацию никого не будет спрашивать. Ирина Владимировна, может быть мы тоже вопрос отдельно с отчетом, как исправлены вот эти вот замечания, которые были в прошлом вынесем на отдельную комиссию.